Домой Ведом с тобой, рядом с тобой Я грею руки О, все Я вернулся Так, Грюнь, на ты или на вы? На ты, конечно Ты здесь? Я здесь Все будет нормально Лучше, чем вы можете подумать Я вижу небо в твоих лучах Я бегу крича Не пласть Когда мы в первый раз приехали во Флоренцию? И вот уже Я думаю, в 2008 году Первый раз? Да, нас Мартынов туда и приволок Мартынов приволок? Да, просто за шкирку По сути дела И он нас так там таскал То есть мы вставали с утра На завтрак мы пили Он говорит, значит Он поставил режим такой Он говорит, надо с утра мы только завтракаем плотненько А потом даже кофе Можем, мороженое можем съесть И до 9 часов мы Как лось носился по всей этой Флоренции И просто нас туда воткнул И последний день мы еще приехали в Рим Мы улетали из Рима И там еще полдня бегали В какой-то момент Литка там И совсем плохо стала Синдром Стендаля? Нет, это она просто уже Она просто там у нее окружилась глава уже И она когда мы поехали домой Она говорит, все Я больше никогда в жизни не поеду В эту Италию вообще Ну прошло два месяца И вдруг как-то все Отдруг накатило вся эта история Не, ну он просто нас еще воткнул Не в туризм, а вот То есть там есть места Куда повел в первую очередь? Ну конечно Сан-Марко То есть я считаю, что это первое Куда надо идти В Флоренции В Сан-Марко Там народу нет вообще Ну Тогда это стоило совсем еще дешево Сейчас уже они так поднялись Ну неважно даже Там народу никогда не бывает Даже в самый пик туристический Там никого нет И это самый интересный крутой музей Наверное Один из самых крутых музеев В каком мире сейчас Я считаю, что вообще Для меня это такой Ничего лучше То есть он Это такой Франжелика Который Конечно Франжелика роскошный Да, но там он как раз Это вот он есть То есть Кто не видел Сан-Марко Не знает, что такое Франжелика Потому что на самом деле Это Вот эти росписи Его фрески Келли Монашеских Это конечно нечто На самом деле То, что сейчас пытаются все делать Там худо-бедливо Там как-то Решать Как можно Пространство Решить А вот он это делал В начале 15 века Да Сделал Совершенно фантастическим образом Это же конечно То есть оттуда все выросли Вся эта знаменитая живописца Символисты И сюрреалисты И Пикассо там пасся Просто видно прямо Откуда они все срисовывали Да Ну конкретно Дали это просто конкретная вещь У него просто нас списано Оттуда прямо Никто ничего нового потом не придумал Там даже дело не в этом А дело в том, что Понимаете, там еще какое-то Совершение А там это к месту Не знаю То есть я говорил бы, я так сейчас знаю На скидку Даже не могу сказать сколько Все это в центре Это все в пешей доступности Там не проездить Там вообще даже Вот Но это за неделю Нереально Да я думаю Даже за месяц Нереально Более того Вот мы сколько Больше уже Десяти лет Получается Мы каждый раз Находим что-то Что мы еще не видели А вы еще в кайфовое время ездите Я посмотрю Фейсбург Январь Мы во всякие места едем Во всякие Зимой там круто Мы во всякие въездим И осенью Весной там потрясающе Мы сейчас опять поедем Весной там все расцветает Там вообще Надо что-нибудь Летом Тяжелее всего На самом деле там очень душно Ну все Там хорошо все Вообще Не надоедает нисколько Одинственный город Который вообще не надоедает Ставость там будете встречать? Украина Жить бы до старости еще Это знаешь тоже так Вопрос вот такой странный Я не думаю вообще Мы живем К настоящему Ну а кто бы хотел Весной? Я не думаю об этом вообще Даже я Я знаю что как-то все Бог как-то сам решит За меня В общем На этот счет как-то я не задумываюсь Правда Там есть церковь на том берегу реки Где висит деревянное распятие Микеланджело Да Это Санта Спирит Это церковь Которую построил Бурнулевский И на средство Это весь город Там скидывался Это конечно Потрясающий храм И собственно С этого храма Это такой По сути дела Один из первых Венесансных храмов Который потом уже все Начали делать То что он придумал Все эти арки Совместил Этот романский стиль Совместился Я такого живого Распятия вообще нигде не видел Ну это одно из ранних Ему по-моему 20 лет тогда было Когда он взял эту штучку Деревянная она Мартынов Возил вас в Асизе? Ездили В Асизе были и без Мартынов Потом еще нет Мы там конечно были В базиликах Франциска Какое впечатление взяло? Ну гондиозное конечно Там еще есть гондиозное место Там есть когда есть подняться Выше наградом Там есть собственно Именно то место Где собственно Франциск и был То есть его церковь Которая просто в лесу Это просто каменные скамейки В лесу И собственно стоит алтарь И собственно там есть его кель Которая размером Совсем такая дырка В скале Там ничего нет Просто скала Взорск Выбита в скале прямо Все это есть его церковь Собственно этот храм уже сделали Запослинил И уже церковь католическая Там это все было уже Пампесно Но там джота такой что В общем Там джота Там не только джота Там лоренцетти Там лоренцетти Там на самом деле Чимаабу Там гениальная Это Даже вот этот первый ярус Нижний Он сшибает с ног просто С ног сшибает В общем Там удивительно Потому что после этого Конечно Когда ты смотришь Все что называется Высоким возрождением Думаешь Блин а куда красочки то делить Думаешь Ребята А вот что Куда это все у вас исчезло Там Это конечно Мартынов интересно По этому поводу Сказал Он говорит Вот все говорят Что джота Начало возрождения А он говорит Я считаю джота Вот все закончилось А эти уже дальше Ну я с ним не очень согласен В этом плане Но я думаю Что доля правды в этом есть Конечно Какая-то колоссальная Не знаю как Это все делали Как у него Как он это все делал Даже непонятно Даже то что Осталось не так много Это с него В общем Но то что осталось Для этого У меня там еще есть У меня конечно Любимый Ну понятно Анжелика У меня там Весь этот период У меня конечно Мазача Как ни странно Бутя Чили конечно Я считаю что Одна из самых потрясающих Благовещений Это конечно Бутя Чилиска Которая в офици Фантастическая живопись Там много Людей которых Дико нравится Которых людей нет Но собственно Такого количества такого качества нигде. Ничего подобного во всем мире. Все отдыхают. А Рим вы теперь вообще игнорируете? Нет, почему? Мы туда иногда зайдем. Нет, Рим приятно. Ну, как бы, больше, чем на три дня нам хватает Рима, в общем-то, всегда. А Флоенцию в этом иногда по две недели. Вообще не доедает. Ну, как жить бы там, я не знаю. Я бы, наверное, не смог, но приезжать с тобой. Я слышал, что у вас была идея организовать там русскую колонию. Это не у нас, это у нашего друга, да, Игоря Полисицкого. Вот у него, да, есть такая идея. Но, он говорит, вы должны жить здесь и ездить в Россию. Я говорю, все бы было ничего, но дороговато для нас. Я говорю, мы просто не в том еще положении, чтобы так кататься и словиться. В Россию играть. А вы сейчас были впервые в Орецо? Нет. Нет? Я не помню. Там довольно много раз. Нет, мы с Тосканом, в общем, довольно так много мы были и ездим постоянно. Дала Франческо. Да, да. Такого нигде нет. Там, на самом деле, в Орецо вообще сам по себе городок. Там еще есть одна очень качественная вещь, которую мало кто знает. Там одна из самых крутых в Новый год. По-моему, Литка-то говорит, что она даже чаще происходит, но в Новый год точно она есть. Там есть потрясающая ярмарка антиквариата, одна из самых крупных в Европе. Прямо на улице. Да ладно? Да. А когда она проходит? Ну, вот мы, по крайней мере, все время туда едем, 6-го, там где-то 5-го января. Там всегда есть. И это, конечно, тоже... Дешево. Даже тут услуга. Это как бы даже смешно. Потом это вещи какие-то там можно купить решили. Что самое крутое там купили? Картины у нас есть. У нас есть картины конца 18-го века. Святая Екатерина. Я не знаю, у кого итальянская какая-то, не знаю, кто. Но мы купили за 200 евро. Размерно? Ну, наверное, какая. Лидка ее сама отреставрировала. Там у нас друг, наш художник ее научил. Там дал ей какое-то специальное масло. Какое-то там, в общем, что-то она там заклеивала ее там. Как дырочки были. Там, например, да. Помимо этого мы купили пару ковриков. Тоже за смешные деньги. Ну, какие-то еще картинки тоже такие. А психологически каково это возвращаться оттуда в Москву? Не, мне все возвращаться всегда хорошо. Да? Да. Я в Москве. У меня в Москве дом. Я как-то... Хотя мы очень редко сейчас бываем, но очень много ездим последние годы три-четыре. Постоянно в какой-то мы находимся. Как бы, в общем, даже уже привыкли. Но возвращаться мне приятно. Я как-то домой отдыхать. Хотя бы на два дня, на два-три хотя бы. Но хотя бывает и неделя даже получается. А в какой момент Москва стала домом? Ну, когда вот... Ну, наверное, в 2003 году... В 2000 как бы мы еще год жили на две. На два города так. Снимали там и снимали здесь, в Питере. Потом в 2001 уже все. Там только стоили снимать, по-моему, в 2001. Ну, вообще неважно, да. Где-то в 2003 году я уже как-то так понял, что да, все уже было. А вы в Питере в каком уровне родились? Ты, прости. Я родился, по-моему, в Ленинский районе назывался. На улице Москвиной. Это угол, по-моему, Лермонтовского. Не Москвиной, а дом. Напротив, в гостинице Советская она там называлась. Как она сейчас называется, я не знаю. Там вот я родился, а потом жил. Все детство у меня в автово прошло. В автово? Отдельная квартира была? Да, была трехкомнатная Сталинская такая. Ну, небольшая. Ну, как по нынешним меркам даже. Совсем небольшая вообще там. Ну, неважно. Тогда оказалось большой. А по моему маму-папу? Что ты говоришь? С мамой-папой жили? Да, мама-папа и сестра у меня старшая. А мама-папа чем занимались? Ну, они были довольно такими инженерами. Крутыми. Ну, как. По-моему, вполне обеспечены были. Ну, по тем временам, как бы. Рубов вполне очень высококолифицированный. Маманя была начальником планного отдела ни много ни мало. Завода «Эталон». Такое производство при госстандарте. Это на технологике. Это, как бы, организация, которая занималась… Ну, сам завод изготавливал, как бы, образцы мер всевозможных. То есть, у них был музей знаменитый. Это госстандарт. Там мер не был. Это килограмм золотой. Там метр. Ну, и все-все. Там ом. Там ампер. Там. Она была начальником планного отдела. То есть, она была третьим лицом на крупном предприятии государства. А батя работал тоже каким-то крупным инженером. Он связанным… Поначалу, я так понимаю, что он был… Все, что связано было с энергетикой. Там какие-то дела, большие проекты. В Питерске, в Питере, конечно. А потом, в последние годы он работал. Перед пенсием. В снабжении там… Не знаю, что-то там… Я не знаю, не вдовольствие. В Лубая. Ну, тоже вполне себе. Там зарабатывали они по темам. Вполне нормально. Воспитывали? В смысле, воспитывали. Тебя? Строго? Не. Она была потрясающая. У меня отец был потрясающий человек. И мама, в общем. Я, по слову, уже в доме. Ну, как воспитывали? Ну, как-то очень было… Нормально. Я, как бы, очень был… Ну, понятно, что я в детстве больше любил маму. А где-то там, лет с 15 уже, конечно, стал больше любить папу. Ну, как обычно. Ну, ничего такого не баловали, но и не… Не впихали под это. А характер у тебя чей? Ну, я думаю, больше отца, конечно. Хотя до отца мне далековато. Да. Не, он был совершенно потрясающий человек. То есть такой, по энергии какой-то мощнейший. Удивительно, я бы сказал даже. Да. Ну, да. А внешне? Внешне тоже странно. Да, я в детстве был больше похож на мать. А сейчас, наверное, конечно, больше на отца. Да. И даже мама говорит, что и даже голос похож на… Наверное. А мама сейчас где живет? Здесь, в Питере. В Лиговане. В Лиговане. Кратиль двухкомнатный, наверное, с сестой моей живы. А в школе ты хорошо учился? Да, в школе отлично учился. Отлично. Да, вообще очень хорошо. И поэтому очень легко мне давалось это дело. Потом спортивный класс я еще… Последние, наверное, 4-5. Не помню. С какого года. В общем, наверное, лет 5 я учился в спортивном классе. То есть мы играли в сборной Ленинграда, тогдашний ручной мяч юношеской сборной. Я был спортсменом. И хотел стать математиком, наверное. Это у меня было все или… Ну, кем-то хотел, в общем, стать инженером. Ну, и, собственно, и стал. Математик. Да, в общем, да. На самом деле, всему, чему я учился в юности, и мне это ничего не пригодилось в жизни абсолютно. Непонятно. То есть, гуманит, я черпеть не вокруг русский язык, литературу. Только последние два года, когда у нас появилась там учительница, хорошая, которая как-то меня… Это все… Но все равно я читать не любил особо. Ну, конечно, я любил читать, но такие, в общем, книжки не ошибка. Важная. А дома большая библиотека была? Ну, обычная для того периода, то есть… Была вот вся эта переключенческая… Майн-ритм. Ну, вся эта знаменитая серия вот эта… Да-да-да. Естественно, я ее и читал в основном. Вот так. Не, я… Как бы чуть-чуть даже мне как-то все это не нравилось. Я как-то… Подносился… Любил физику, математику, там, такие… Я был тихо на это. Сейчас… Ничего не помню. И… Главное, что я вообще даже не понимаю… Ни зачем мне не пригодилось. Никак. А из… Классического… Ну, собственно, единственный состав аукциона. С кем ты первым познакомился? С байсистом, с Витькой… С Бандариком? Да. Это когда? И при каких… 1978 год, наверное… Привел… Мы тоже… То есть, у меня где-то… В 14 лет, когда мне было… В 1977 году, я уговорил папу, что он мне подарил гитару. Он мне подарил гитару. За 8… За 8.50 до сих пор помню. Я тут же пошел в какой-то ДК учиться. То есть, ДК газа точно. Год учился у чувака классической гитаре. И тут же стал сочетать песни. Естественно, знал три аккорда. Вот на них я стал сочинять. Точнее так, у меня появлялся новый аккорд. И тут же создал ансамбль. И, естественно, своих друзей, одноклассников там… Как назывался? А у нас всякие были названия. Не помню, там… Фритон какой-то там… Блю Бойс… Там только не было. Какие-то там… Ну, не важно. Это даже не суть. Но мы играли. И у меня был приятель, который я играл… Он пришел в наш спортивный класс. В ручной мяч мы играли вместе. Высокий Миша Маков. И он, собственно, говорит, у меня есть друг-басист вообще. Говорит, давай. Ну, и, собственно, вот… Митику в 78-м году он и привел. И вот с тех пор мы тоже сжимы с ним, значит, уже… А с Азерским как познакомились? Вместе с Тучей, когда на первом курсе он учился. Вместе со мной в Третьихе. В одной группе? Угу. И, собственно, вот… За год-год он учился там, потом ушел. Ну, с тех год. Значит, с 80-го года. А с Гаркушкой познакомились. А с Гаркушкой познакомились через мою будущую жену, которая, собственно, была девушкой Бандарика. Но в какой-то момент она стала моей девушкой. И она меня повела домой к себе и говорит, только у меня, говорит, брат, немножко того, так, не обращай внимания. Ну, и, собственно, познакомились, значит… Точно, это где-то тоже, наверное, в году 80-м, да? Я познакомилась с братом. У Олег Гаркуша был такой, хороший мальчик. Ну, тогда я думаю, чего ты там хорошего? СМЕХ 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 А с Шавейником как бы в таком месте? А с Шавейником, просто когда у нас шел барабанчик первый, мы кинули глич, там, и начали приводить, приходить там какие-то люди. И я, я уж не помню, кто, нашел его. Кто-то нам приложил, попробовать все. А мы ехали на гастроли, мы, собственно, даже не думали, что навсегда его возьмем, просто там нужно будет на гастроли барабанчик. Ну, и, собственно, первые птицы мы поняли, что, типа, круто. У нас есть барабанчик. С 88-го года. Черт, это уже сколько получается? 32 года. Да, да. Целая жизнь. Ну, да, только Коля, и Коля был еще раньше. Сколько было? С 80-ти. Рубанов? Да, с 86-го, наверное. Как мы вам с папой отреагировали на, не знаю, ну, собственно, на вас на сцене? Вот на тот самый первый аукцион? Нет, да, нет. Мы сначала игрались дома у меня на всяких юбилеях, собственно, и папином. На папином юбилеях, да. А чего играли? Ну, мы тогда были ансамбль, там нигде, мы только по квартирам играли. Ну, и там, а у меня у бати, собственно, был его жив еще, двоюродный его брат, тоже Федоров, кстати, Владимир, который был, в общем, вполне себе профессиональным композитором и аранжировщиком. Он писал для ансамбль для пьехи, для колкера, для кино какого-то он писал музыку. Батис, и он приходил, а этот биток, если кто-то выпуск, ну, из-за таланта потер. Ну, я меня теперь не обижаю. Любой чужой, а ты не свой. Меня не дрогает, а знай, Что я плохой, 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 Полюска вас сообщай Что бы прошло А можно еще Я не в ман Я не в ман Я не в ман Не, не, я не в ман Ну да, потому что мы же не играли Никак в жизни мы не играли никаких Только один раз мы В 80-х годах Начало 80-х мы играли Каверы Для танцев, собственно Мы уже стали играть на танцах В школах И мы тогда играли всякие Модные Юлия Антонова Повороты какие-то там Я бы сейчас дорого захватил Посмотреть, как у Антона выиграет Я помню, что это был первый Как раз мы играли, по-моему, единственный раз Два концерта у нас было подряд Ночных И в первом концерте Ну, то есть, ночные баллы эти Выпускные Выпускные Мы играли Я помню, что у нас было 54 песни Вот это я помню И мы их сыграли, по-моему, за ночь Раза три И все 54 И плюс Бухали, естественно И на следующий день Когда я проснулся Нам надо было ехать уже На следующую школу Я понял, что я вообще не могу Не то что петь Я не могу даже говорить И, собственно, следующий концерт Уже пели Там, слава богу, еще были два чувака Которые с нами Дружами пели Я уже ничего не мог петь Только шептал И потом я помню, что это был первый у меня слом голоса Я два месяца не мог все лето говорить Только к концу лета, по-моему, у меня появился какой-то И он сел уже тогда сразу на две октавы До сих пор помню И потом только все ниже, ниже Ниже, ниже Прямо И сейчас могу играть такие ноты внизу Которые, о которых раньше даже они Зато не могу вверх не играть Половина песен Транью аукцион Просто не могу петь Потому что физически даже не раннего Даже позднего не могу Вот Голос только садился всегда Ну, курение, выпивка, понятно То и дело Ну да, святое Не самое лучшее Я по этому поводу Мартынова Есть гениальная синтенция Когда он вообще говорит Ты знаешь, Лен Говорит Я вообще к композиторам, которые не пьют Отношусь с большим подозрением Трань Говорит Но это ко мне не относится Он меня не считает Кстати, я тоже себя не считаю композитором Но он к вам серьезно относится? Нет Он, когда мы им очень дружим Да, наверное Я просто не очень понимаю, почему, за что Но не важно Ну, как бы я вообще с ним согласен Я, конечно, никакой не композитор Я, в общем, министр Или, конечно Втепить Он даже последняя вообще наша история Когда мы с ним тут напились Недавно совсем Перед Новым годом еще Гениальная была фраза Только мы пьяные вообще Он, кстати, трезей у меня был в этот момент Он говорит Леня, слушай, говорит Хватит уже быть рокером Пора уже стать культурным человеком Я этого не помню уже Лидка мне уже расколаз И все Она говорит Просто Это было очень смешно Потом я согласился Я не стал с ним Я говорю, да, наверное Сложно, да, спорить С Владимиром Не, ну, мы спорим, кстати На самом деле Какие-то вещи мы спорим Но Он удивительный в плане того, что Удивительный человек в том плане Что он иногда говорит Какую-то вещь, которую На тот момент, когда он их говорит Мне кажется, что это какой-то Ну, как сказать Даже Какой-то Даже не бред А какой-то Кажется Ну, как бы Излишний максимализм какой-то Удивительный образ Проходит какой-то там Полгода или там Год И ты понимаешь, что он прав Абсолютно Что на самом деле Какие-то вещи, которые кажутся Тебе Спорными Очень Ну То есть Их можно всегда С ними можно испорить И сейчас Но Но суть в том, что я Много раз уже убеждался Он что-то говорит Потом Это где-то приходит в эфире Он кому-то это говорит И все к этому относятся Как к какому-то бреду Вот А я так очень понимаю Что По крайней мере Очень много вещей Которые он Высказывает Они Это может быть Кажется Абсурдом Но на самом деле Они Верны То есть Как бы Есть Как бы Проходит время Ты понимаешь Что он прав Абсолютно Что так действительно Есть Ну Насчет времени Композиторов Потому что Я хотел сказать Что все люди Ну Не знаю Процентов 50 Людей Которые Когда книжка Первый раз вышла Сказали о том Что да Все это чушь Прошли Прошло не так много лет И Все уже не так Не Во-первых Когда он Только Мы с ним Первый Просто в нашей беседе Он об этом говорил Еще книжки Не было Никакой Я думаю Что вообще Книжки Он стал писать Первые Пока Книжки Я просто Слышу Как Наши беседы Переходят В отличие Как бы Невозможности Прямой речи В стихах Что вот Невозможно То есть Как бы Пушкинский текст Да Я вас любил Любовь Может В принципе Невозможно В наше время Потому что Все будут Его воспринимать Ну или как Издевательство Или как Все в контексте Чего-то Ну В контексте Вот И поэтому Прямая речь Может быть Только То, что делает Шнур Да То есть Как бы Вот Как бы Бессмысленно На мой взгляд Все равно Или она Должна быть То, что делал Веденский Скажем Это никакой Не постмодернизм В отличие От того же Хармса Который На самом деле В конце жизни Он по сути дела Занимался Он был один из Начальников Подмодернизма А Веденский Нет Это абсолютно Прямая речь Она такая Что можно сдохнуть Поэтому По сути дела Мартынов прав Что на нем Литература русская Закончилась Прямая речь Продолжение следует... То есть он обозначил конец русской литературы как того феномена, который был классическим, серебряный век. То есть он ее просто все дальше не может быть. Ну и страна, собственно, ее не... Но потом возможно только что-то похожее на Платонова, например. Это было как раз в то же время примерно, и поэтому это как раз... Но Платонов не менее близок, я бы сказал. Потому что он всегда имеет конкретный контекст. Человек, который не жил в этой стране, никогда в жизни не поймет Платонова. Да, это действительно возможно. Вот. А этих людей, они настолько... Все, все... То есть они за 50 лет до Беккета или Лионеску сделали, собственно, абсурдный театр. Который за 50 лет, там, немножечко. То есть они намного раньше, чем все эти... И это тоже Хармсен, например, сложно понять. А Веденск, я уверен, что так как он пользуется очень простой лексикой, его перевести как раз элементарно. И это будет понятно всем. Но его никто не хочет перевести, потому что это действительно кажется такой простой поэзий на самом деле. Одно из самых, по-моему, потрясающих. Ну, после Хлебникова, наверное, он второй идет. Второй номер у меня пока не имеет. Хотя я к поэзии тоже верю. Я же вообще... Если бы мне мои друзья Хвост и Анари, покойную имени Лезьев. Мне эта поэзия была как... Как вы с Вастенко познакомились? Благодарю Коровичу, ну, как выяснилось потом. Поехали во Францию, собственно, в 89-м году и там просто ваткнули нас уже через друзей, через моего друга Ферсова. По такой мне, да, вот прямо в Париже тогда. Они нас просто встречали в аэропортуру. Все тогда нас встречали. А Курехин вывозил в смысле? Не-не, Курехин просто знал его еще по... Как опять же оказалось, уже много лет спустя узнал, что один из близких очень друзей Хвоста, который сейчас живет в Америке, Юрий Ермолинский. Он, собственно, Курехина знал еще, когда тот только приехал еще из... Откуда, с Крыма. Как он приехал поступать, он был совсем пацан. И он его знал еще вот с каких-то незапамятных времен. И поэтому он Хвоста видел и знал его тексты, и слышал его пение, скорее всего. Вот, сюда отъезд. Вот, и поэтому... Да, и вот он, собственно, знал, что Хвоста живет в Париже. И он как-то там через моего друга Фьюсова там... Когда поедут, познакомились, потому что там... Какое он у тебя впечатление произвел? Увольный. Колоссальный. Колоссальный. Он тогда был еще в самом... То есть ему было на минуточку тогда 49 лет. 49? Да, он, 50-го года, то есть в 80-м году он был 49 лет. Вот, ну, то есть он был в Топкор прям... Он был там звездой номер один. То есть там уже пришла встречатель, когда приехал аукцион, там кино и звуки мы ездили тогда. В первый был вообще. Нас только... Первый раз нас выпустил. И они пришли там всем кагалом, то есть это была, пришла вся, тогда же еще живые люди были, вся тусовка парижская, русская, там все знаменитые священники, тогда еще Мамлеев там жил, Толстый, кого там только не было. И они все, мы тогда со всеми познакомились, но хвост был там звездой, вот просто там я просто никого больше и не видел. То есть он был реально таким, там столько любви, там он как бы, он поражал, то есть как бы количество любви, которое из него выливалось на тебя, ну, с изменением просто как вот отец меня, ну, то есть я вообще обалдел, я такой как бы не мог даже представить, что может старый человек так... Мы были очень сильно дружны, где-то вот три года, с 89-го по 92-й, мы созванивались каждый день, то есть, грубо говоря, мы... То есть не было никаких телефонов там одних, вот я из дома звонил, Лёв не набирался с парижем, каждый день мы обещали телефон, ревновали все, мои родители, моя жена... А он как ты назвал, Лёня? Лёнька, конечно, я его хвост, хвостик. Ну, не-не, мы были такие... Родители тоже это были? Да, батя, я с дурума привел его в гости к нам, батя, просто сразу как увидел, как-то напряг себя. Я такого отца не видел даже, потому что он как-то так офигел, потому что там... А ничего не было, я после того, как там вошел в дверь, я думаю, что батя все понял, что такого у меня как бы свободы, он просто не видел таких людей. Ну, никто, а я как бы немного сознательствую, сейчас я понимаю это прекрасно. Я, честно говоря, с тех пор, наверное, и не мог, и не могу даже назвать ни одного человека с подобным ощущением свободы. Нет, 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 нет. Они потрясающе уникальны абсолютно, оба, и он, и Таня Леонидович, потрясающе. Ну, вот это ощущение какого-то над миром, что такого нет, он абсолютно человек мира такой вот. А что там такое? Предайте, предайте, предайте. Нет, Массандра, это портфель. Нет, Массандра, это портфель. Массандра, это портфель. Ребята, нет. Это Массандра. Это Мадейра. Нет, нет, нет. Спасибо. Давай. Человек не существует в качестве человека. Если проникнут внутрь человека, то там обнаружится сердце и мозг, желудок и печень, но там нет сущности человека. У Анрии было похоже, но у Анрии не был таким. Потом мы как-то очень сблизились с Анрии. Мы ее позже познакомились. Через Хвоста, естественно. Германисты. И он сначала мне... Ну, Анрия очень медленно, но в какой-то момент, конечно, Анрия победила Хвоста, потому что он был совсем... Он, в отличие от Хвоста, был человек абсолютно герметический. Он как бы отсекал любые попытки его вытащить в какое-то наружу. Он... То есть он был... Но при этом это был какой-то такой... Удивительно... Ну, то-то другое, кстати. Они были удивительно... То, что сейчас называется он креативный, да. То есть Хвостов, поскольку у нас любое общение, мы никогда не говорили... Ну, и с Анрии тем более. Мы никогда не говорили... Там, не знаю... О погоде... Ну, то есть какой-то фигне. То есть мы никогда не болтали. То есть, на самом деле, это все было общение... Так и иначе касается творчества. Как такового. То есть мы обсуждали какие-то вещи там... Ну, это, опять же, обсуждение с Хвостом было совсем смешно. Потому что мы вообще, в принципе, ничего не обсуждали. Просто он какие-то говорил... Вещь достаточно... Лаконичная очень, как бы, и просто. А с Хвостом... Иногда мы говорили на какие-то очень серьезные темы. В общем, в основном, что ли. И... Тоже я бы не сказал, что это были такие уж пространные беседы. Но они всегда касались очень точных... Надежных. Тема надежных. И удивительных. Ну, как бы... Тема надежных. Я вообще на это... Могу сказать так. Когда я увидел Хвостом, я сначала был... Дуб подумал, что на самом деле я... Увидел, как бы, шестидесятников. Но, как бы, вот, ему повезло. Потому что он уехал. А они все остались. А вот они превратились в таких, как бы, здесь. Потому что наша действительность, как бы, их скукожила. А он был такой вот сам. А потом я помню, что нифига подумал. То есть он и там, и здесь, и неважно где. Он был такой изначально. То есть это такой... Свет. А, сейчас я прочитаю стишок. А чего ты прочитаешь Пушкина? Нет, не Пушкина. Ну, вообще, в принципе, поэзи... Сочинение... Стихи это Пушкина. Или Лермонтов, или Хлебников. Пушкин умер. А я жив. Еще почему-то... Непрочная постройка взгляда. Как сочетание слов далеких по значению. Одетая листвой и мыслью сада. Стояло дерево. Теченью щелканье и свиста предоставив Обширную усадьбу зелени. Октавы гласящих перьев Подчиняли века Рисунку пения. Легкость какая-то. И бесстрашие в творчестве. То есть оно было абсолютно... И при этом все, что он не делал, хвост, например, прекрасный художник. То есть все его вещи, то, что он делал, живописные или какие-то ассамбляжи вот эти он делал, они все каким-то интуитивным образом он стремился именно к красоте. И они в том числе. То есть они такие... Они как бы вытягивали. То есть они были абсолютно аполитичны. То есть им интересовала действительность как таковая. То есть они это... Но в Туржеев это было абсолютно... Все, что они делали, мне кажется, это всегда все. Вот. Никакого как... Во-первых, это не касалось никакого места. Где они жили там, неважно. И это никак не касалось времени. Все, что они делали, это абсолютно безвремя. То есть могло быть сейчас, 100 лет назад, 200 лет назад, в будущее. Неважно. И это вот меня поразило сходу, когда ты понял, что ты понимаешь, что даже если они пишут какие-то там знаменитые песни про Солженицын от Александра Исаева. Да-да-да. И, как говорится, она касается конкретного персонажа живого. Но она абсолютно все не об этом. То есть она все равно где-то... Красчатый дятень, тонистая товарь, конопатая и волга. Гриб сатанинский, большая, поганка, румяная. Жава косая, кривая, хромая, змея, многонулая, порвая. Многоголовая, да многоголовая, мерзкая, ага, стена. Ох! Тяжело, нелегко, Александр Исаевич! Так-то вот так, Александр Исаевич! Часай, 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 Исаич! 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 Вот это то, чем они мне научили, на мой взгляд, пока не верю, я то, чему я воспринял и воспринимаю, как такой, какой-то прямо высокий как бы идеал, да, который, я считаю, искусство должно быть таким для меня. А где он жил в Париже? В латинском, по-моему, нет, не в латинском, я забыл, как это место называлось, если честно. Тогда я никогда не думал об этом, я просто знал, как туда доехать, там по-арабски какой-то этот район такой жуткий. У меня там квартира была вполне такая, очень похожа на питерскую такая, прямо трекомнатную, по-моему, даже. И я, ну, у меня тоже был как бы политический беженец там. Ну да, он реально тяжело ему жилось там. Я думаю, что не просто совсем, но он, мне кажется, он, ну, только в самом конце жил, его как-то, видимо, накрыло, ну, там уже и болезни начались там и все. Ну, что он, что она и... То есть она и жил какой-то период очень хорошо. Я так понимаю, когда в Минхене работал на свободе, они жили вполне. Потом, когда его уволили, и он без пенсии остался, и вот так все понисходящее. В общем, в конец жизни он был, они жили очень недавно, очень стесненно. Вообще, ну, потом стал сына вывозить, как-то сидел, помогать семье. Ну, неважно, факт тот, что они... Ну, поэтому это никогда не было разговоров. Вообще, это они... Настолько было в ней их... Они больше того, он был вполне доволен, он вообще никогда не жаловался. Хотя они там реально как-то приезжали, а у них на столе стоял только мед, который у сына было, у пасека, и чай. Больше ничего не было. А, вообще? И мы такие, а слитки мы там схватили, мы приехали в магазин. В общем, это было так. Но поэтому я никогда не слышал, что кто тут как-то... Нет, это вообще было даже не тема. А сейчас, спустя года, ты сам себе как отвечаешь на этот вопрос, что было главным источником этой свободы невероятной? Источником не знаю. Я думаю... Ну, как нужно определить? Для меня они оба два гения таких, абсолютно... Ну, как, вот есть... Ну, что для него, например, это была... Не знаю, там... Знаешь, какой это вам... О... О... Решающий момент. Нет, ну, они были художники по натуре, понимаешь? И как бы... То есть, как есть у человека... Устребление сделать прекрасно вот они. То есть, не... Как бы, они внутри. То есть, все, что... Это был бесконечный творческий процесс. Всегда. И поэтому... То есть, там, на протяжении 20 лет... Вот я знал Анрии 25 лет. На протяжении этих 25 лет... То есть, почти все мои проекты, которые я делал... Не вот с аукционом, а вот именно с Сольной, с Вовой, там... С кем угодно, с Володей даже. Это все были благодаря Анрии. То есть, как бы мы... Потому что он, Викитриевич, предлагал, который... Ну, кроме Веденского, который предложил... Ну, все, что касалось Хлебникова... Все, что касалось Подпсалмы, там... Ну, все, что касалось... Он постоянно присутствовал... Тем или иным образом у нас с ним. И поэтому... Я доказал... Для меня такая потеря, прям, реально была... До сих пор... Мне не хватает, реально, этого человека. Потому что... Все, что он предлагал, это тоже такое на уровне... Ты, когда мне предложил... Тех, вот, Псалмы я там... Приложил... Я ему, может, попробуешь? Я так... В голову не могу прийти, что можно спеть Псалмы. Ну, вот, казалось, я их сделал. Он успел их послушать перед самой смертью. Как хорошо и приятно быть воедино братьям, словно лучшее масло, когда с головы стекает на этих горных... Как хорошо и приятно быть воедино братьям, Словно лучшее масло, когда с головы стекает На бороду брату Аронову, да покаймал его одеяль. Так талый снег Хермона На эти горные выси льется, Ибо так олег яхали, Привознася жизнь в веки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я, знаешь, хочу тебя спросить про альбомы, которые... Ну, для меня альбом «Жилец вершин» — это какая-то просто невероятно огромная часть моей жизни. Да. Ты помнишь, как это? Кто? Хвост, конечно. Он приехал, говорит, вот там... А я ему говорю, тогда мы записали чайник вина. И я хвост. Говорит, ну давай, а потом... Он говорит, вот... Я говорю, ну, второй чайник вина, не хочется делать хвост, там, ну, там, с песен то ли навалом. Он говорит, ну, да. И потом он мне звонит и говорит, слушай, я придумал, мы сделаем Хлебникова. И прислал мне пробную запись, то, что они сделали с Толей Герасимовной там. И она мне не понравилась вообще. Я думаю, какая-то билиберда, думаю, нафиг это нужно вообще. Ну, вот тут он приезжает в 95-ом год. 94-ом в конце. 95-ом. И он приезжает, мы его там с ним напиваемся, встречаем и... Поехали к Алиске, к его бывшей жене, поехали в Москву. Он меня обезет с собой, мы садимся в поезд. Ночью. И мы пошли в ресторан. В вагоне в ресторане мы сидели, выпивали. И он мне начал вдруг читать Хлебникова. А он как настоятельно говорит, нет, мы должны записать альбом. Там, это круто, я сейчас тебе все. И вот... И он мне просто всю ночь читал просто. И тут я понял все. Во-первых, он как-то делает Хвост. Я считаю, что он, что они великие. Они вообще великие. И тот, и другой, кстати. И они, конечно, как он это делал. Я все понял. Я приехал, тут же звонил Шкодинову на СНС. Говорю, Серега, мы будем записывать с Хвостом новый альбом. Он говорит, что это будет? Я говорю, не знаю, но мне нужны деньги для записи. И мы тут же, получается, подписываем контракт с Хвостом. И все просто начали записывать. Это как придумывать начали. И там уже в студии стали писать. Ну... Это все хвост. Это я вообще... Это было для меня такое странное. Но... Когда уже писали, у меня никаких сомнений уже не было, что это будет как-то клево. Ну, когда я поставил своим темным друзьям, они все говорят... Мои друзья сказали, что... Что, говорит, вообще-то у вас с вами... У вас что, говорит, ум повредился? Что это у вас за... Что вы там такое придумали? Яконский череп... Яконский череп, я на липе. Вот белены напиток выпей. Бег крови оттекут чернила. Меня чернильница пленила. Я только в зеркале живу, Когда сверкает наяву. Я оценил все запяток. Я осужденный иметь пяток. То есть ты, может, поставил то, что... Ну, то есть то, что мы его... Да, во всем услышали. Да, да, да. Вот первое ощущение у всех было такое... Что это вообще? Ну, там, ближайший круг. И все как-то так... Отнеслись к этому странно. Вот. Ни хрен есть. Да. Ты был на похоронах того и другого? Нет. Когда умер хвост, мы коту изжали. А на они нас просто не позвали. И родственники ему глупно поехали. Но они сказали, что мы с ним списывались. И говорят, нет, не надо приезжать. Мы хотим, чтобы никого не было. Да. Ну, это же как бы такая вещь уже... Для меня они все живы. Ну, то есть как-то я даже не знаю. Каждый день вспоминаешь? Ну, оно и точно каждый день. Почти каждый день. У него даже... И с хвостом мы в последние годы как-то, ну, мало общались. Ну, как-то уж... Я даже не знаю. Но он был уже не тот. То есть он болел, и у него как бы что-то случилось. То есть вот так резко. И мы как-то... Хотя буквально два месяца до смерти мы с ним договорились, в общем, делать то, что мы потом уже сделали с Санечкой, с его дочкой, с коллегой. Первый грипп, этот замечательный текст, который они сделали там в каком-то годуше, я даже не знаю, в шестьдесят каком-то. Вот. И мы договорились, что мы будем делать. И вот... Ну, собственно. Вот. Но... А с Анри, да... Оказывается, вся история... По сути, все 2000-е... Это был Анри. То есть мы... Мы ездили. Не часто, но мы ездили. На все дни рождения мы точно ездили, начиная... Уж не помню, с какого года. Вплоть до последнего времени. Да, они удивительные, в общем, как бы я на самом деле мечтал, чтобы мои какие-то друзья с ними познакомились. Вовка так ни разу со мной, мы его звали. Вовка? Да, Мартынова я хотел, конечно, познакомить, потому что... Анри очень ценил его книжки первые, прям в восторге. Они не пересекались, вот, например, Тайл, когда вы писали? Нет. Не пересекались никак. Нет. Нет. Он... Ну, я рассказывал им про него. Но Мартынов к нему так относился очень странно. Потому что это же такая... Он же такой, в общем, концепторист. Еще из технических. То есть он из той... Кабаков там. Они друзья там. Или там Франциска Инфанта. Вот это его ходят. Они друзья. Вот. А к этим он как бы подозрительный... Я понимаю, почему. Потому что... Ну, потому что эти люди вне... Во-первых, это никакой не концептуализм. Совсем. Во-вторых, это вне истории нашей страны совсем. То есть, как ни крути, и тот, и другой, скорее... Такие... Не знаю. Не знаю, люди мира. Там была замечательная история, что мои друзья в Израиле попросили как-то... В Израиле как бы очень важна эта тема самоидентификации, да. И он говорит... Вот. По этому поводу даже о камере. Он говорит, ты можешь на камеру Анари... Анари жил в Израиле. Снять, говорит, что он думает про это вопрос. Вообще. А что Анари просто... Он говорит... Он начал материться реально, хотя он матом... Козлы... Да какая самоидентификация? Какая там вообще-то все фигня? Говорит, вот, смотри, он показывает мне гравюру. На стене у него висит гравюра, где какой-то алхимик пятнадцатого века немецкий. Вылет, и она... Он говорит, вот я. Он говорит, а это какая самоидентификация? Это... Я говорю, ну, это люди мира, то есть... То есть... И тот, и другой, при том... Я думаю, что никакой ностальгии... У Анари точно никакой ностальгии по России не было. Он говорит... Никакой ностальгии... В Израиле... Мне точно нравится, что это нравилось. Израиль. Говорит, я там и жил, но... Мне надо было кормить четырех детей. Говорит, это было невозможно. То есть... Он же был как-то эколог. Он работал на кино... Я говорю, ну покормите, когда ему предложили работу на... В этом самом... На свободе, то он, естественно, тоже уехал в Германию. Под небом голубым есть город золотой, С прозрачными воротами и яркою звездой. А в городе, в том сад, все травы да цветы. Гуляют там животные невиданной красоты... Можно я, знаешь, вернусь на несколько абзацов назад? Да. Сказал, что вы поехали во Францию впервые вот этим составом. Кино, звуки му и Курюхина упомянул. Вот если сейчас отсюда посмотреть назад... На то, что делал Курюхин... Му и кино. Кого ты... Кто тебе важнее с точки зрения творчества? Да все важные, но... Из них? Да все. Я как-то не разделяю даже этого. Нет, Курюхин был абсолютно уникальный, мне кажется. Человек вообще, в принципе, конечно. Но я бы не сказал, что мне это как бы ошибка. Какие-то первые подмеханики, на которых я присутствовал, они мне... Это было всегда очень круто и весело. Ну, а точно я знаю, поэтому, что если бы не было кино, странных игр, не было бы таких подмеханик. Там Жак Лавина. Горьков, я бы не видел. Я не видел. Ты не видел. Я не видел. Я иду. Я был. Звуки мумии Это одна из немногих групп московских, которые мне нравились В Питере было довольно много, кстати, групп, которые мне нравились На самом деле, с десяток-то точно Помимо кино «Алиса» и «Аквариума», естественно, «Странных игр». А в Москве мне нравились всего три Вот такой Юрий Орлов, он и есть, собственно, который был по Николаю Коперник Мне нравился «Вежливый отказ» И вот, ну, конечно, Дукин, знаете, больше всего своей Вот, блин, Петя вообще уникальная совершенно А ты сейчас с кем-то дружишь? Ну, да нет, ну как, ну как, что значит дружить? Значит, надо как-то общаться Нет, мы с Петей как-то давно очень виделись У нас как-то попало как раз в начало девяностых Мы довольно много вместе по Германии потом ездили Как-то мы общались Мы с ним дружили, ну как дружили тоже Я скорее даже больше вижу с Лепницким Так мы тоже давно, кстати, не были С басистом С Сашей Лепницким Ну, Лелик, да нет Ну и с Петей, да нет, ну как-то, ну я не сказал, что это была дружба Мы были знакомы, мы скорее даже больше приятельствовали с Каспаряном, с Леем Больше мы тоже, я не сказал, что мы такие же друзья загадочные Но я не отношусь к большой теплоте Благодаря ему, конечно, много чего состоялось у меня, собственно И аукционов, в частности Ну, благодаря ему, собственно, мы в рок-клуб попали, конечно В аквариум? Да, благодаря Фанштейн Миша, который, он был в совете рок-клуба Собственно, они настояли, то есть он и Андрей Бурлака Они, собственно, настояли, потому что нас не хотели, конечно, принимать Почему? Ну, они вообще считали, что мы засланные казачки Ну, в прямом они, когда мы принесли только тексты Они там целый семинар устроили По поводу, разбили наши, там, я там не пошел, а Олег был, когда наши тексты там Расколошматили в плух и крах Они думали, что мы специально КГБшниками Ну, там такая была, и там какая-то, кто-то говорит Такая была история Они думали, что такие засланные специально От КГБ там люди Которые, в общем, хотят разрушить рок-движение Но они их уговорили просто прийти Они пришли к нам на точку У нас была такая прекрасная точка Они пришли, нас послушали И, конечно, тут же принято, что они, в общем, все офигели Вот Ну, и, собственно, тут же Горякуша попал в поп-механику тут же Потому что, ну, собственно, его, в общем, тут же взяли Там все поп-механики Почти Ну, пока они, это Все выездные тогда первые, когда они за границу ездили Горякуша первый раз поехал не с Акционом, а с поп-механикой А он сначала в Западный Берлин, потом еще куда-то они там ездили В восемьдесят, каком-то там, даже не знаю, в седьмом, в восьмом В восьмом В восемьдесят восьмом В восемьдесят восьмом В уже седьмом Он раньше ездил, чем Акцион выехал Акцион выпустили вот только в восемьдесят девятом В восемьдесят девятом году Не хотели нас выпускать никуда Комсюки В восемьдесят девятом 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 А ты бы смотрел фильм «Лето»? Нет. Почему? Не знаю. Я, во-первых, не очень... Я, если честно, отношусь к предубеждениям к современному кинематографу российскому. Ну, мне ко всему? В общем, практически ко всему. Потому что мне это... Я не знаю, мне... Только я не киноман. И, честно говоря, мне хватает «Жамуша», «Карантина», «Сарентина», «Фон Триер». И я думаю, что до них им всем очень далеко. Несравнимо с тем, что делали раньше наши же киношники. Вот. И поэтому мне... Зачем мне как бы время... Мне хватает впечатлений. Ну, хорошо. Давай, пожалуйста. Я не киноман, то есть там, в отличие от Катагон, который смотрит все фильмы, и все, что выходит везде, и в том числе и наши. А я, например, просто у меня времени нет, и желания нет смотреть в кино. Ну, хорошо, из русских режиссеров... Я видел ранее в кино «Серебряньково» меня, но мне так активно не нравилось. То есть я считаю... Я понял. И как бы поэтому я хочу... Там все, что рассказывают, поэтому там все наши... А из тех, кого нет режиссеров, кто для тебя лучший русский режиссер? Ну, главный для тебя кто? Ну, главный Тарковский, конечно. Ну, понятно, что есть там всякие все ребята там... Один из любимых фильмов «Служили два товарища», ну, то есть вот «Серебряньково» и «Серебряньково» мне там дофига чего было, вот. Но просто другое качество всего, понимаете, режиссуры... Мартынов рассказал мне, что он в «Сталкере» играет на флете. Да. Да, и Артемьев там... Ну, это один из лучших «Сантехо», кстати, сделанных Артемьев. Одно из первых, по сути дела, Артемьев там вот как раз никогда не в этом помнишь, они поэтому передвигаются по этой зоне, так называемой, и там такая страна, то, что называется сейчас саунд-дизайном. Это была придуманная музыка, была сделана уже тогда, вот, никто до этого не делал подобного ничего, революционно абсолютно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Он в этом искусстве. Вот когда человек это забывает, когда его там нет, ты его не видишь, хотя он там есть. Вот когда ты это не видишь, когда ты видишь просто конкретную вещь, или слышишь, или видишь, да, или читаешь. Как только я чувствую, я почему-то не могу читать Набокова, потому что я в каждой точке вижу самолюбование, в каждой. И поэтому я, я не могу, потому что мне это сразу, мне это все, и так же и в музыке, так же, и когда я... АПЛОДИСМЕНТЫ Я сейчас Мишку читал, вот ты вот практически словами, знаешь, такого говоришь, Мортона Фелкмана. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, вот это потрясающий композитор, да. АПЛОДИСМЕНТЫ В release, нет. Ты читал ту книгу? Приветствую. Нет, мне как раз вот недавно буквально... Да, наши друзья в Израиле, кстати, Бабель этот... Мне тебе подарил, он вам мясо будешь. Ой, гениально, я хочу очень. Я обожаю композиторы, я считаю, что они на самом деле, ну, таких людей... Я кара садткейджа не люблю, а его я обожаю. Вот. Субтитры создавал DimaTorzok 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 то что он сделал как бы потом как основой своего И это конечно там Когда я сюда даже надал Меня это никак я не мог понять Но когда я его видел готовы đâu И даже очень плохо еще там смонтирован Я после был потрясен Для меня это было реально Как-то я Я был ошарашен вопрос А он доволен результата? Не думаю Он Вы знаете Один из тех людей, во-первых, я считаю, что один из самых умных людей, которых я когда-либо встречал Ильюша, во-вторых, он просто человек, он, опять же, это только творчество, это как бы его суть, и поэтому он, для него это просто процесс, который должен идти, как бы он, творчество именно, поэтому он абсолютно уникален, конечно, для нашего стада, я думаю, что это просто такой, Эйзенштейн, второй, это не меньше, то есть, я просто первый лицодный человек, да и папа у него, будьте нате. Ты посмотрел последний фильм? Да, гениальный, абсолютно, гениальный. Нос? Гениальный. Очень тяжелое кино, потрясающе по-своему. Даже не тяжелое, а только какое-то щемящее прямо в танце. Очень круто, очень круто. Удивительно, 80 лет, балдеть просто. Завитки берут. Ну, как хорошие, в смысле, не так, что я так понимаю. Вот, а как раз, как раз я считаю, что, а Илюша, он прямо, что же ему там, не знаю, сложно, это только куча комплиментов, но я очень нежно к нему отношусь. Ты сказал про Сарантино. Да, замечательно, мне нравится, мне как раз не очень нравились, мне как раз не очень нравились фильмы «Молодость», там, мне как раз это сама, хотя, ну, как, ну, мне дико нравится вот этот, молодой папа, и сейчас вот мы смотрим, новый вышел, новый папа, продолжение с Малковичем. И мне дико нравится. Это столько юмора и фантастической свободы, опять же. Ты рассказал историю, я тебе забыл сказать по поводу Анри, который тебе сказал, вот, алхимик, там, это я. Да-да-да. Мы с Катей с женой были недавно в галерее Брера в Милане. Да-да-да. Мы заходим в один из залов, висит картина «17-й век», не помню мне, художника, какой-то, третьего ряда. Глянец, священник, католический. Я говорю, Катя, это Джун Лоу. Это одно лицо, просто одно лицо. Ну, наверное, оно с него... Может, устоит, виситике, абсолютно. Да-да-да. Нет, там вообще все придумано, там же весь сценарий, там нет ни слова правды везде. Но все придумано им. Но оно все смотрится, как правда. Вот это, вот это, вот это... Также я считаю, что вот это и есть оно. Вот за что я люблю такое вот искусство. Вот это все автобиографические высказывания наших. Хотя бы вот был библикий, да, ностальгия, зеркало, да, абсолютно, по сути дела, человек душу свою выращивал. Ну, как это сделал, ну... Лень, можно я про аукцион еще спрошу? Да. Да. Это точно. Нет. Я... Вот наступил момент... Начиная с зимы не будет, наверное. Ну, да. Когда-то стал меньше... Ну, то есть, стал меньше аукциона. Ну, да. Вот. А никто не обижался из рем... Убижались, конечно, еще как. И навали к волку. Я просто себе вот внутренне задаю этот вопрос, вот как людям таким близким, ну, родня фактически, все время давать понять, что у тебя какие-то другие появились интересные. Ну, как, ну, я же, в общем, тоже такой этот... Ну, а потом было же довольно все еще... Само как-то происходило, по сути дела, ну, как, даже не знаю. Разве это судьбой, не знаю. Хотя бы еще не особо... Так получилось, и это был, может быть, единственный шанс выжить мне на этот момент. Потому что у меня был очень сложный период. Понимаете, я бы сказал, дикий. И поэтому... Появление Вовки Волкова, собственно, с ним дружба его. Ну, я же только... Вовка только через десять лет стал играть в аукционе. Я его приглашал сразу, он не хотел играть в аукционе. Довольно долго. Вот, и... Если бы неловко... Я думаю, что я бы, конечно, все... Если бы нему не переезд в Москву... Я бы, я думаю, что здесь я бы долго не протянул бы. Вы бы здесь не стояли? А? Вы бы здесь не стояли? Да, я думаю, да. Ну, как бы... Потому что я был... Подохан, наверное, уже. Вот. Ну, не в сути, а как бы это было как-то так. И, в общем, появление Лидочки... И это, конечно, какой-то... Вообще сразу был уже другой вообще. И все, в общем-то, поняли. Естественно. Хотя даже все-таки были мнения. Но... Все вдруг поняли, что, на самом деле, жизнь продолжается. И поэтому... Слава богу. Не, ну, было сложно, да. Ну, как бы, в какой-то момент все наоборот. И сейчас я считаю, что они, конечно... На самом деле, я до сих пор считаю, что они удивительные, на самом деле. А лучше? Ну, это я не знаю. Для меня... Ну, я говорю. Мне приятно было всегда. То есть, как бы, я всегда понимал, что... То, что я... То, что мы делаем на сцене, это... Я не могу ни с чем сравнить. Для меня это такой абсолютно... Всегда. И поэтому в какой-то момент я просто интуитивно понимал, что нельзя превращаться в коммерцию. Хотя... Все надо было... Собственно, все живут за счет эвакциона. Угу. За счет концерта. Ну, я... Как бы, мы пришли к такому... Как-то очень строгому... Вещам... Как можно меньше. То есть... Мы, собственно, играем минимум концертов. Ниже которых нельзя меньше делать. Потому что все просто из голода поумирают. Вот. Но больше тоже стараемся не делать. Потому что физически мне не хватает. И самое главное, что я хочу, чтобы на каждый раз, выходя на сцену... Были... Нам было это приятно. А нет... Потому что я помню, был же период, когда вот мы гонялись по Германию. Вот в начале девяностых. Был реально такой период, когда ты просто уже всех ненавидел. Потому что это... Бесконечный... Какой-то момент... Все это невозможно. Вот 95-му году как раз... Я уже понял, что все. Я не могу больше туда ездить. Я не хочу и... Какой-то extracting скinflало бы или нет... Я… Так. Пусть... А Волков сейчас не обижается, что меньше с ним играешь? Да нет, он тоже все понимает. Во-первых, потому что Вова, тоже у него появился фестиваль, и он как бы очень много сейчас с барочниками играет. Нет, в киносаде все хорошо, он как-то... Да, мы стали реже намного, но опять же это все так вот выглядело. Вышло, опять же, что это не специально что-то, а то, что там что-то ему поссорят. Да нет, мне с ним кайфово и интересно, а тем более в аукционе, я считаю, что вообще то, что он делает... Можно я тебя про Озерского спрошу? Да, конечно. Он грандиозный поэт. Я не знаю, мне сложно об этом говорить. Я, во-первых, так не думаю, что он грандиозный прям поэт, но все, что мы с ним делаем, даже самые худшие песни, а это, конечно, удивительно. Потому что, правда... Какое в нем самое ценное качество в человеческом? Качество? Угу. Да я, Дмитрий Славович, лучше сказать. Я знаю, что он человек непростой. Непростой? Нет. С ним сложный глядя. Но... Но у нас... Я даже мне сложно объяснил, но как бы мы настолько с ним... Даже не знаю... Собран. То есть у нас... То есть раньше, если мы там, скажем, сущение песни было так... Я приезжал к нему. Он ленивый, зараза. Я вот с утра их подымал. Они там вставали. Значит, я их ждал на кухне. Он выходил. Мы садились. Значит, я там что-то... Какую-то пел рыбу. Он записывал там... Слоги там... Ударения. Угу. И, собственно, потом писал текст. А сейчас это все... Начиная, кстати, вот... Уже с зимы не будет, наверное. Это все. Мы даже ничего не записываем. Ну, то есть... Он записывает для меня, скорее. Или я, точнее, уже записываю. То есть он просто... Опять же, он приносит мне уже... То есть я просто ему отдаю какой-то там... Мотивчик. А он, собственно... Какие-то наброски делает. Потом приезжает ко мне. Мы быстро из этого собираем. То есть... И это даже не... Ну, как бы... Это происходит... Иногда очень быстро. То есть иногда... Ну, то есть... Иногда это вообще мгновенно практически происходит. То есть... Тут же у него идея какая-то. Мы, собственно, делаем. Иногда по телефону просто даже. Песня «Душа» была написана по телефону. Он... Я ему по телефону спел. А он мне через день по телефону сказал текст. Все. И поэтому... И поэтому... Это настолько... Мы уже настолько как бы... А сейчас последнее там, скажем... Не последнее даже, а вот... То, что мы сделали с Игорем Кутаголовым из «Нега и воды». Это просто были наброски. Или какие-то стишки, которые он мне присылал там на дне рождения там. Или литки моей жене. Я из этого сделал как бы... То есть это... Это уже как бы на них сделали. Песни. И... Это такая же по меня была история с... На солнце. Тоже это практически... Там часть текстов... Это просто... Я просто наивозь какие-то стихотворения... Я просто взял... И писали... И придумали... Какие-то... Песенки. Да. Я не могу не спросить. Кто вас свел, познакомил, подружил с Медески, Рибо? И как вообще выросла вся эта идея и история? Это просто странная история. Нас пригласили в Америке на фестиваль. В «Нить инфекторы» по-моему это было. Я забыл. Там такой фестиваль есть, но по-моему и до сих пор есть. Где участвуют группы из всего мира. Со всего мира. И... И... Как сказать... И формат их разный. То есть это могут быть рок-группы или какие-то фолл-группы. Там какие-то африканцы могут быть там... Азиатские как-то. Ну понятно. Такой фестиваль, такой небольшой. Который мы вот нас пригласили. У нас там есть друг, который нам устраивал, собственно, и устраивал до сих пор концерты, Макс. Как... Я не помню, каким боком он туда нас запихнул. В общем... Мы там сыгали в очень удачный концерт. И на нем был такой очень известный музыкант Фрэнк Ландон. Который нам... У него была знаменитая... Как же называлась... Группа у него... Он стал... Он один из немногих, кто стал... Грэмми получил за еврейскую музыку. Он турбач. Ну неважно. И он был на этом концерте. Он прибежал после концерта к нам. И говорит... Блин... Вообще... Вы офигенные там начали работать. Мы подружились. Значит... Его как раз-то была идея. Не хотите записаться? Говорит... Я говорю... А почему нет? С удовольствием. А он говорит... С кем бы вы хотели записываться? Ну, по... Ну, я его сразу назвал на вскидку там. Я говорю... Вот... Мне нравится... Марк Рябо. А мы-то очень любили Медецкий Мартин. Говорит... Джон Медецкий нравится. Мне нравится... Джон Зон. А мы еще кого-то... Я на два уже не помню. Он говорит... Вообще не проблема. Я со всеми дружу. Говорит... Сделаем. Медецкий Мартин Эндвуд... Это просто... Ну, да. Я такой... Думаю, круто. В общем, через некоторое время... Он говорит... Он говорит... Только мне даже прислали какие-то записи. Ну, и послали, что у нас там были какие-то альбомы. Он отвечает... Все круто. И они говорят... Да, все. Они все согласны. Кроме Джона Зона, который сказал, что он не может, потому что он занят большим очень проектом для какого-то мультфильма, что ли, или фильма. Тоже русского, кстати. Кто-то из русских. Он там музыку делал. Он говорит... Он не может, а все остальные согласны. Вот, типа... Ну... Ну, да, и все. Мы начали придумывать какие-то сходы. Вещи. И там назначили записи. Собственно, приехали. И за пять дней записали. А как с ними работалось? Ой, потрясающе. Потом я бы записал с ними же еще этот самый... Разиновимые веки просто. Да, да, да. Вот этим... А остальные музыкантов? Да все офигели, да. Да, конечно. Все. Не, ну, они не могут, но это как бы... Так... Музыканты... Ну... Ну... Музыканты... 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 Майя. Я на девять, да. Если... Ну, да, все. Все записали. Такое... Ничего. Так, последний вопрос про аукцион. Даже не про аукцион. Я просто не знаю, до сих пор даже не помню, это правда или нет. История про четыре с половиной тонны. А... Значит, история про то, что люди был должен четыре с половиной тысячи долларов. И нужно было срочно что-то записать, чтобы их отдать. Да, у меня погиб отец, сгорел в доме, на даче, и мне нужно было заплатить, там строили домик, и мама говорит, надо строить там, и я понял, что как бы действительно, как-то там налог какой-то был, мне не хватало, нужны были четыре с половиной тысячи долларов. И я, собственно, договорился с бомбой Питер, который, в общем, так говорит, давай записывай сольник, это будет круто, а я вообще тогда сольник, даже у меня не было никаких мыслей, что я когда-нибудь буду писать что-то сольное, но это меня сподвигло, да, на какие-то другие истории, но был первый такой, удивительно, я не ожидал, что я могу что-то дать, да. Ты был знаком с Егором Летовым? Да, довольно, мы дружили, это конец он снятых, мы дружили довольно, так, ну, года, лет пять, наверное, потом как-то, то есть, как-то разошлось, разошлись, ну, так что мы уже в Москве как-то, мы там тоже обсуждали что-то, чуть не подрались пьяные, ну, не важно, вообще, да, да. Суждали. Тебе нравится последний альбом «Гражданской обороны»? Ну, нет, ну, я вообще считаю, нет, мне, конечно, нравятся два альбома их. Какие? Ну, собственно, «Перекскок» и «Сто лет и ночь». Мне не считается, хотя там есть замечательные песни, но вообще, я считаю, что он один из самых удивительных сочинителей, вообще потрясающий, музыкант потрясающий, кстати. Я помню, что мы с Мишкой, мы услышали его еще где-то у Фильсона, дома, собственно, он мне пел, нам пел, эта группа поразительная, не читать, значит, когда он под гитарой, это просто, конечно, что да, всем не сравнимо. Он, да, Башлачев, наверное, еще даже меня поразил, но он поразил больше, конечно, даже, чем... У него удивительный аппарат голосовой, то есть он удивительный. Я помню, мы его сравнивали с Мишкой, с моим аппаратом, с нашим Звукопятым, мы его сравнивали с... Господи, что ж такое-то? Покалец Genesis. Питер Гебберинг, естественно, да. Иерусалим именно с Питером Гебберингом как покалец, потому что количество интенсионных, очень точных, как можно голосом передавать абсолютно тончайшие эмоциональные сдвиги, и мелодические ходы, которые, я считаю, что он уникальный в этом плане человеку стоит. И, в общем, сама идея, как записи дома просто на какой-то катушечном ветофоне, я же эмоционирую. Ну и поэт. Он сам говорит. Постолетними загробами библейских анекдотов Похотливых православных и просудливых Картоликов, покинутых окопов И горящих муравейников Весна, весна В одиночной камере Весна, весна В одиночной камере Весна Весна В одиночной камере Весна В одиночной камере я с ним тогда были близко вообще очень когда пить это поезжала сюда до до всех его знаменитых дружка прорывов до когда прижал его даже у него как-то ночевали у меня дома там слышал как массив атак гражданской обороны да как раз смеялись тем что два чувака одного года они в одно и то же время создают две группы она называется гражданская оборона двигается называется мыси фото в разных частях мира в разных даже с жанрах но поэтому какие-то близки по вот по духу они действительно какие-то они похожи на а ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Чем-то Мартынов, кстати, похож. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ясность? Нет, во-первых, ясность, во-вторых, очень строгое отношение. То есть, как бы, без... Такое очень, как сказать, с достоинством. Очень похож даже обороты речи. Какой-то такой прям... ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Мортен Селдман в этой книжке, про которую мы с тобой вспоминали, говорит, что когда помрёшь, кажешься на том свете, и Господь тебя спросит, внёс ли ты ясность. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Так, ладно, три главных композитора для тебя на сегодняшний день. Бах, Бетховен. Третий тоже третий. Моцарт, наверное. Ну, ещё есть... Да, нет, как бы сложно, потому что есть ещё, конечно... И Маллер есть ещё, и... Шуберт. А чаще кого слушаешь, чаще всего? Баха. Большую музыку, в смысле симфонии? Ну, или... Любую. 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 Кто лучший исполнитель Баха на твою зверь? Вот это сложно сказать. Ну, у всех есть какие-то, а? Ну, фортепиано-гульт, но хотя я не уверен... Гульт? Хотя я не уверен даже. Хотя сейчас... Хотя мне дик нравится то, что он сделал с Гольдовскими авиациями, я считаю, что... Но... Рихтер офигенный был. Давно? Да даже не сложно сейчас сказать, потому что я бы не сказал. Понимаете, Бах вообще удивительный, вот я могу сказать так. Бах, наверное, один из тех композиторов, который, в принципе, не испортит ничем. То есть даже хреновое исполнение, эта музыка не умаляется нисколько. Это удивительная вещь, наверное, один такой. Моцарта можно испоганить, например, Шуберта можно испоганить. Бетховен легко. А его вот ходит вообще... Ходит в телефоне вот этот... Он удивительный, правда. Шумусный, самый... То есть если говорить... Такой человек музыка, да. Каким-то, я не знаю, что он сделал, как это он делал. У меня просто масса был такой... Друг, кстати, Хвастовский. И, собственно, брат родной, жене Анри, Феликссон и Редоникас, Феликс Редоникас был такой музыкант и... И мастер музыкальных инструментов. Он который... Ну, умер. Нет. Уже, блядь, 10 лет. А мы с ним дружили, потому что мы посылки от Анри возили все время. Я с ним дружил довольно несколько лет. И он мне много еще рассказывал интересных вещей про барочную музыку и вообще. Он был флитист сам по образованию. Но вообще он занимался изготовлением инструментов. И у него там, например, дома орган был, который сам отринстагрировал клавесинник несколько. А он вся вот эта знаменитая такая... Вы же не знаете такой ансамбль Хортус Мюзикус. Конечно. Вот. Они играли на его инструментах. До сих пор, видимо, играли. То есть он делал фото еще лютни, делал там все что-то. Вот. И он как раз мне... Он мне сказал такую историю про Баха. Он говорит, смотри, у Баха удивительная езда. Которую мало кто обращает внимания, но на самом деле это факт. Ну, во-первых, он играл, конечно, клави, он был великим импровизатором. И, в общем, на самом деле мы никогда не услышали. Ни его, ни Бетхо, ни Моцарт тоже. Они все были великими импровизаторами. Вот. А он... Удивительным образом, то есть когда ты играешь... Ну, на клавиле понятно, да? То есть ты как бы играешь и говорит, что надо просто попасть... Это всегда рядом. Это нет никакой... Это не Ференс Лиз. Там нет никаких замечаний, шумасшедших. Это все очень рядом всегда. Ну, понятно, он играл на клавиле. Он еще владел скрипкой, это тоже понятно. И тоже когда играет Баха на скрипке, там... Это все тоже... Все рядом. То есть не надо... Ну, говорит, удивительно другое. Он никогда не играл на флейте. Так вот, когда берешь его флейтовые концерты... То есть надо просто попасть как бы вот в какую-то волну. Ты понимаешь, это все... Там не надо никаких вот этих аккордов. Это все рядом. То есть на самом деле это все, говорит, очень удобно играть. Такая же была... У него же был дар. Он же был замечательный... Еще тем, что... Он приходил в церковь... Ну, строили новый храм, да? Он приходил, он сразу видел, какой нужен орган. И он строил органы. То есть он как бы по его проекту строились органы, конкретные церкви. Он знал, как будет звучать здесь органы. И какой надо сделать здесь орган. И обычно он специально писал какую-то импровизацию мессу. Как показатель, когда делали орган. Он играл вот эту мессу. Собственно, это он сочинял очень быстро. То есть он был... У него кальный дар был. Я тут недавно прочитал у кого-то. Это что? Ну, просто цитату Малера. Он говорит, Малер говорит, что да, да, да. Он говорит, все понятно, совсем и все понятно. Много такой полифонии, как у Баха. Да. Никогда не было больше и не было. И не было. Абсолютно точно. Нет, вообще удивительно все. Ты ходишь на концерты классической музыки в Москве или здесь, в Петербурге? В гармонии? Ой, мы ходим в основном с Антанью. Когда опять есть возможность... Они же сейчас совсем почти не играют. Они играют. Довольно много. Просто мы редко бываем. Она играет. Она как раз играет всякую музыку. И в Ворочину, и современных. Они в малом зале сейчас. Вот в совсем малом. Такой маленький зал Филомонии. Там 50 человек. Ну нет, мы ходим. Но, конечно, не так. Мы больше ходим во Флоренции у нас. Так как у нас наши предприятия играют в оркестре. В местном оркестре. В Флорентийском. Мы ходим там и оперы слушаем. И какие-то... Вот там, да. Итальянская опера, я считаю. Тогда вот только там я понял, что... Что такое итальянская опера. Потому что это невозможно... Ты когда слышишь, как итальянцы это делают... Я вдруг все понял про... Почему Верди велик, почему... Ну, в общем, все там... Это все-все понятно. Сразу становится... Почему она вообще должна быть такой. И что действительно это, в общем... Вершина. Валу Альба Матруль считает, что вообще опера это вершина вообще... В музыке классической вообще вершина. То есть тут... Опера 19 века. Вообще вот опера, да, это как бы вершина... Ну да, ну естественно... Ну 19 века, ну... Не, ну он как бы вообще современный человек, он как бы... Но он... Понимает, что да, вот конец 19 века, это вот была вершина какая-то... Вагнер... Ну... Да. Верди. Да. А можно я тебя спрошу про нескольких пианистов? Да, ну я наверное... Ну неважно. А ты был когда-нибудь на концертах Григория Соколова? Не был, мне понемногу рассказывал Волочка, да. Я не был. Ты знаешь, когда пианисты последние, на кого мы были... У нас приятель, ну как-то здесь в Питере, кстати, с Лармонией, мы были на Ланг-Ланге. Угу. Это было довольно смешно. Но мы с тобой веселились из души. Я этого не очень понимаю. Ты сказал про Ланг-Ланга, а я тебя спрошу тогда просто в голову. Ну мне так интересно, у тебя просто мнение. А тебе нравится музыка Дэвида Ланга, которая у Сарантина, например, звучит в молодости? Ммм... Я не помню эту музыку, но у меня... Да, да, нет, ну я... Если честно, я на самом деле отношусь очень спокойно к киномузыке, к накладной, и как-то, честно говоря... А вершина киномузыки, на твой взгляд, что это? Вот лучшая музыка в кино? Ммм... Не знаю. Ну, у Линича, наверное, самая крутая все-таки. Ммм... 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 Попадание... Конечно, может быть, из режиссеров лучше всех слышать. Офигенное. Мне очень нравится то, что делает драмыш, класс музыкой. Ммм... Не знаю, это антинерский подход, который просто разбивает сердце свое. Вот, но... Я к этому как-то отношусь, не знаю. Ммм... 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 Я вообще... Я люблю музыку, которая сама говорит, да? То есть... Ну, как бы, Бах, его можно вставить в любой фильм, да? То есть... Не важно какой. Потому что он... Эта музыка шире, чем любое кино. Поэтому, когда Тарковский вставил, все понятно тоже. Ну, как бы, понятно, что ты можешь... Ты можешь смело вставлять любое кино. Но она и без кино замечательная. Вот в чем дело. Поэтому мне как раз нравится сама музыка, да? Музыка как музыка. Можно я тебя спрошу, правда, просто вещь, которая меня потрясла. Я самый последний человек, который ее услышал, видимо. Я... Кровь в листа мне никогда... Там Том Уэйтс напевает. Тихонечко, тихонечко, тихонечко. И потом это все вырастает в музыку. Ты не понял? Я не слышал? Нет. Ну, ладно. Так. Что я хотел спросить и забыл спросить. Мы подарим одному из зрителей пять книг от тебя. Ну, мы подарим, но от тебя. Которые тебе просто дороги. По разным причинам. Понравилось недавно или с детства дороги. Вот просто пять книг, которые, так сказать... Ну, во-первых, я считаю, что одна из самых гениальных книг, которые я читал. Давай. Это дневники прото-пресс-фитера Александра Шмемана. Шмемана. Я считаю, что это гениальнейшая книга. Есть. Вторая. 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 Меня поразила книжка Питера Акройда. Биография Уильяма Блэйка. Уильям Блэйк. Акройд. Есть. Из последних. Что мне еще? Еще близко было. Я такой... Фактически я перестал читать романы уже много лет, 20 лет. Они ничего не написали. Ну, и как бы то, что я сказал, это не роман, естественно. Что мне сейчас... А, вот, конечно. Мне дико нравится то, что делает Эткинт с Александром Эткинт. Который преподает во Флоренции. Да, да. Один из немногих общих знакомых и друзей. Да. Какую его книжку? Ну, я думаю, что Вильям Буллит, наверное, самая... Классная книжка, да. Хотя... Да. Она просто самая такая читательная. Эткинт. Да. Буллит. Да. Буллит какой-то. Что еще? Может, Мартыновскую? Мартыновскую, да. Да, конечно. Опуспост. Опуспост. Я считаю, что это... Новая реальность. И которую? Угу. И пятую. Что у меня же еще такое? Что же такое? Стыки не давать этим? Фамилия плохая стала. Да. Пусть будет хвост верба. Если найдете Вильям. Найдете Вильям. Найдем. Все. Да? Ну, слава Богу. Фу. Спасибо. Замучил? Ну, Вильям. Я же просто замученный пришел, поэтому... А чего страшно? Сейчас книжку подарю. У меня есть с собой. Можно придумать. Ой, да. Это будет просто классно. Они издали... Там, я не знаю... 500 экземпляров. Их продали за неделю. А удивительно, что только сейчас ее издали на русском языке. Первый раз. Ну, а потом это, знаешь... Такая музыка, которая... Ну, действительно, она же вообще не для всех, конечно. Надо. Хотя, вот, как раз она один издали... Для всех. Я сейчас... Поэтому просто... Вот это видео. А, композитор? Ага. Понимаешь? Ага. Ага. У меня нужно было малоomb Quiet. или кто? У меня есть... Ага. Ага. Эту фразу он одну тоже сказал. Они записали два варианта. Один записали с Томом Уэйтсом, а во второй просто старик какой-то бездомный. Знаешь, он так вот... Я слышал про нее на самом деле. Я просто сказал, по-моему, даже Игорь Крутоголов про это дело. Вот, а здесь вот старик поет. Блин, ну это... Так лучше будет. Знаешь, я там помнила... Знаешь, Мартынова вещь на смерть отца? Ой, да, гениально. Вот это, вот это... Разрыв сердца просто. Ну вот здесь вот такой. О, это... Ну да. Ну да. Класс. Есть классный фильм документальный. Его никто почти не видел. На культуре вышел в прошлом телеканале. Про Мартынова и Гринбенко. Значит, история «Больше чем любовь» называется. Что-то такое, значит, вы смотрите. И там есть классный момент. Значит, что-то, значит, Гринбенко спрашивают про Мартынова, там, то есть, опять, или сято. И... А она рассказывает историю про то, как... Они, значит, кто-то прочитали где-то и узнали, что на Землю летит комета. А, да, это история гениальная. Я знаю. Понимаете, Володя... Спасает мир... Да, 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 да. Да, 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 конечно, гениально. И понимаешь, ну там... Как-то там смешать. После этой персии с ним перестали общаться Денисов. И они после этой персии обидели себя. Говорили... Ну... Даже когда она это говорит спустя, там, значит, 40 лет. Ну, да, да, да. И по-прежнему она свято верит в то, что делает Володя. Да, конечно, да. Он спасает мир. Да, конечно, да. Да, конечно, да. Вот она. Спасибо. Да. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 КОНЕЦ 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 Танится грозная чёма Теперь идёт на нас сам И льстится жатвою богатой И к нам в окошко день и ночь Стучит лагерные лопаты Что делать нам и чем помочь О-о-о-о-о-о-о... О-о-о... О-о-о-о-о... Как от проказницы зимы Забрёмся так же ночным, Зажжём огни, нальём бокалы, Утопим весело умы, И завалили спины добавны, Вославим царские ночи. Есть упоение в бою, И пезды мрачны на краю, И в разъярённом океане, Средь грозных лун и больных тьмы, И в агарийском урагане, И пал Grenи, И на падении шум! Субтитры создавал DimaTorzok Да до сердца вечного хранил, Неизвестимы наслажденья. Бессмертием может быть залог, И счастлив тот, кто средь во время И хватать себе этот слог. И так хвала тебе, чува, Но мне страшна могила тьма. Нас не смутит твоё признание, Пока мы пенем дружно, И тело-розы пьём дыханием, Быть сможет полная чума. Субтитры создавал DimaTorzok 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 «Быть может полная чума» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok